После захвата города Харькова солдатами вермахта осенью 1941 года первым делом немецкие саперы бросились осматривать все уголки города на наличие мин. Особым способом был исследован особняк на улице Дзержинского, который был одним из самых роскошных домов города. И в нем должен был поселиться новоназначенный комендант Харькова генерал-лейтенант Георг фон Браун. В подвале немецкие саперы нашли в куче угля мину на 150 килограмм тротила, которая все равно бы не взорвалась. Мина была хорошо сделана, но у нее отсырели батарейки. Другие мины в городе находились также легко. Видно было, что минировали Харьков в тропях и не очень-то умелые саперы. Немцы были так рады своим успехам, что даже написали ряд приказов и отчетов, где хвалили своих доблестных саперов, унижая при этом советских. Но в ночь на 14 ноября, когда оккупированный Харьков спал, улицы города потрясли серией мощных взрывов. Харьков к началу Великой Отечественной войны являлся крупным индустриальным центром. На его территории работало несколько промышленных предприятий всесоюзного значения. Также Харьков являлся крупным транспортным узлом и третьим городом в Советском Союзе по количеству проживающих в нем жителей. Немецкое командование, конечно же, понимало особое значение этого города и после ликвидации Киевского котла предприняло все усилия, чтобы овладеть Харьковом. 1 октября 1941 года солдаты вермахта перерезали железную и шоссейные дороги московского направления, ведущие к городу, и нарушили прямую связь защитников с основными силами Красной Армии. Последней колонной, прорвавшейся в город, были автомашины полковника Старинова, который получил приказ заминировать все важнейшие объекты в Харькове. Полковник Илья Григорьевич Старинов был не просто опытным сапером, который воевал еще в Гражданскую войну, потом в Испании и во время Советско-финского конфликта, но и был еще одарен к этому делу. Если есть асы-летчики, асы-танкисты, то Старинов был асом-диверсантом. Во время Гражданской войны в Испании Илья Григорьевич отработал навыки партизанской войны и разработал систему подрывной деятельности. За 11 месяцев боев его группой было уничтожено около 100 поездов, несколько сотен автомобилей и около 2000 солдат и офицеров противника. Также Старинов подготовил около 5000 диверсантов. Он заложил основу подготовки и управления диверсионными силами в боевых условиях, разработал тактику и стратегию их применения, а также создавал новые конструкции мин. Например, Старинов изобрел маленькие магнитные мины, которыми взрывали цистерны с горючим. Конструкция этих мин не изменилась и по сей день. После начала Великой Отечественной войны Илью Старинова назначили командиром оперативно-инженерной группы, задачей которой входило минирование важных объектов и железных и автомобильных дорог перед наступающим противником. В его распоряжение поступили два саперных батальона, которые под руководством такого грамотного специалиста действовали более чем успешно. Немцев на каждом шагу ждали сюрпризы от Старинова, и их продвижение вглубь страны значительно замедлилось. После прорыва колонны Ильи Старинова в город Харьков, его диверсанты заложили 315 мин замедленного действия. А на самых важных объектах были заложены мины новых технологий с радиоуправлением. Такой масштаб минирования был применен впервые. Старинов использовал массу разработанных им методов и хитростей, чтобы запутать саперов врага. Например, он закладывал ложные мины, после разминирования которых немцы бы теряли свою бдительность и считали бы объекты разминированными. Настоящие же бомбы прятались намного лучше и ждали своего часа. Также он широко использовал в своей практике вариант с неизвлекаемыми минами, которые взрывались при попытке их разминировать. После взятия немцами Харькова, новоназначенный комендант города генерал Георг фон Браун приказал своим саперам обследовать каждый закоулок города на наличие советских мин. Также он приказал им найти резиденцию для своего штаба. Особняк на улице Держинского как раз подходил для этой цели. Капитан Гайден, который руководил разминированием, лично обыскал этот дом и нашел заложенную в нем бомбу. После ее разминирования он доложил коменданту о том, что дом чист. Георг фон Браун поблагодарил капитана Гайдена за службу и заехал в свою новую резиденцию. Также туда поселились все старшие штабные офицеры 68-й мотопехотной дивизии. Генерал фон Браун не был великим стратегом или тактиком, но у него определенно был дар палача. Взятие Харькова он ознаменовал тем, что на балконах домов повесил людей, заподозренных в принадлежности к коммунистической партии. Он уже спокойно приступил к своим делам, но тут не найденные его саперами советские мины стали давать о себе знать. Днем 28 октября в Харькове подорвался на мине замедленного действия генерал артиллерии Верникер. После взорвалась мина под эшелоном с войсками. Убитых и раненых пришлось вывозить грузовиками. На станции Прохоровка 200-килограммовый заряд взорвался под стоящим поездом. Минами замедленного действия был подорван мост около станции Тамаровка, в тот момент, когда по нему проходил эшелон. Мост, 42 вагона и два поезда были превращены в груду металла и бетона. Этот участок железной дороги на очень длительный срок вышел из строя. Харьковские аэродромы, которые на тот момент имели самые совершенные бетонные взлетные полосы, под взрывами мощных мин пришли в негодность. Еще полгода немецкие люфтваффе не могли использовать их для своих самолетов. Но разбираться с этими проблемами коменданту не пришлось. Дело в том, что мина, которую разминировали в его особняке, была ложной, а настоящая была закопана глубже на 2 метра. Ночью 14 ноября советские диверсанты радиоволной из Воронежа, которые находятся от Харькова на расстоянии в 279 километров, взорвали все свои радиомины. В городе прозвучали последние взрывы, а от особняка на улице Дзержинского осталась только Воронка. Ведь штаб 68-й пехотной дивизии вместе со своим командиром прекратил свое физическое существование. После того, как Гитлер узнал о случившемся в Харькове, он пришел в ярость. Он назначил за голову Ильи Старинова награду в 200 тысяч рейхсмарок. Это примерно, как сейчас, миллион 200 тысяч долларов. Также Адольф Алоисович объявил русского диверсанта своим личным врагом. Но когда Гитлер спросил, как погиб штаб целой дивизии, то, услышав ответ, ему пришлось прийти в ярость повторно. Радиомины на тот момент были одной из самых передовых разработок, и в войсках вермахта, например, их не было. На самом деле таких мин не было ни у кого, кроме Красной Армии. Это сильно озадачило командование Третьего Рейха. «Как русские могли разработать такое, когда им воевать нечем?» – кричал Гитлер. «Почему тогда у нас нет таких мин?» Одним из интересных фактов Харьковской саперной операции является то, что Старинову помогали в его работе испанцы, которых он обучал еще во время войны в Испании. После победы там фашистов под командованием Франка они выехали в Советский Союз и работали на заводах Харькова. Старинов принял их в инженерные войска, и до конца войны они служили под его командованием. Капитан Гайден, который разминировал особняк на улице Держинского, был понижен в звании и отправлен на передовую. Потом его взяли в плен советские войска, и его лично допрашивал сам Старинов. За первые два года Великой Отечественной войны при личном участии Старинова было взорвано более 250 мостов, несколько десятков складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пущено под откос 202 железнодорожных состава. В конце февраля 1942 года диверсанты Старинова захватили важные документы, в которых были чертежи разработок ядерного оружия. Так впервые советское правительство узнало о новом сверхоружии, которое разрабатывал Третий Рейх. В августе 1942 года Старинов был назначен на должность начальника высшей оперативной школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения. Школа подготавливала специалистов и командиров высшего класса, а также планировала операции и испытывала новую диверсионную технику. Выученные Стариковым диверсанты уже в 1943 году уничтожили более 3,5 железнодорожных эшелонов, а в 1944 году Старинов руководил созданием партизанских формирований и подготовкой кадров для ведения диверсионной войны за границей. Также Старинов разработал массу новых видов мин, особенно широко советскими войсками использовались поездные мины Старинова, мгновенного и замедленного действия, с помощью которых Красной Армией было пущено под откос более 12 тысяч эшелонов рога. Закончил войну Илья Григорьевич в Германии, где он занимался разминированием автомобильных и железных дорог. За годы войны он так и остался полковником, хотя заслужил генеральский чин сполна. Он трижды приставлялся к званию Героя Советского Союза, а потом еще дважды к Герою России. Но и эти заслуженные им награды и звания обошли его стороной. И хоть его грудь завешана всевозможными медалями и орденами, но обидно, что он так и не получил самые высшие военные награды Советского Союза. После войны он преподавал в учебных заведениях КГБ и умер совсем недавно, в 2000 году, в возрасте 100 лет. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. До встречи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok